К новому учебному году готовы за лето столичные школы преобразились. Вот, например, в 147-й появился обновленный стадион. Теперь это отличная площадка и для учащихся, и для жителей района. Ну, я из 122-й школы, она довольно далеко, но тут я появляюсь довольно часто, смотрю, как играют ребята в футбол, ну и просто развлекаюсь. 10-10. Раньше здесь было, ну, обычный песчаный, его не обновляли, не знаю, лет 10, а сейчас вот что-то новое, свежее. Каждый день всегда прихожу. Раньше здесь баскетбол играл, классно, очень хорошее, хорошее стадион. В восторге не только дети, но и их родители. Пока младше развлекаются, старшие тоже не скучают. Присматривая за детьми, можно заняться и своими любимыми делами. Хорошо, что его сделали, потому что очень много детей сейчас собирается есть, где провести время свободное. Ну, не сидят у компьютеров, не сидят у телефонов. Очень много. Вечером вообще здесь все почти места заняты. Все удобно, очень удобно. Ребенок играет пока вот. Читать можно, вязать можно. Как сделали стадион, он каждый день здесь и я. Стадионы Мирошниченко делят две школы – 147 и 34. Ремонт долгое время не проводили, зато теперь спортплощадку можно назвать образцовой. На футбольном поле уложен искусственный газон. Трава просыпана кварцевым песком и прорезиненной крошкой. Есть трибуны на 270 мест, ворота и освещение. Обустроили и поле поменьше для мини-футбола. Организовали универсальную игровую волейбольную баскетбольную площадку. Для младших школьников – детский городок. Используются будут все площадки, как и легкоатлетический 200-метровый беговой круг, прыжковая яма, так и остальные площадки для игровых видов спорта. Запланированы привлечения сюда жителей микрорайона, города для проведения соревнований. Лично в моем детстве стадион был асфальтовое покрытие, на котором мы играли одновременно и футбол, и волейбол, и баскетбол. 40 лет разница, конечно, отдает свое. Время идет, и, как следствие, чем дальше движемся вперед, тем лучше условия. В День знаний стадион торжественно презентуют школьникам. Линейки в этом году пройдут 1 сентября в 9 утра.